Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. Буквально 10 минут назад прочитал интересную новость, как пишет издание Ведомости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Великобритании объявлен национальный карантин. С этого момента жители Великобритании имеют право выходить на улицу только на прогулку, только в магазин за продуктами и только в больницу для того, чтобы лечиться. Закрываются все школы на дистанционное обучение. Обучаться очно будут только дети, так скажем, социально значимых людей. То есть пожарных, полицейских, социальных работников и врачей. Почему идет такое разделение людей, непонятно. Это уже попахивает дискриминацией. Но это, по сути, уже и есть дискриминация детей, так скажем, по социальному признаку. В данный момент авиасообщения с Великобританией прекратили уже более 20 стран, в том числе и Россия. Но в России на данный момент новый штамп коронавируса не обнаружен. По словам Бориса Джонсона, новый штамп гораздо более опасный и смертельный. До этого я смотрел новости. В Великобритании в период между католическим Рождеством, то есть 24 декабря и 1 января, то есть Новым Годом, уже объявлялся карантин. И жители Лондона в спешке покидали свои жилища, уезжали в сельскую местность, в деревне, чтобы только не оказаться в городе во время объявления карантина. То есть раскупались продукты, какие-то товары первой необходимости. Все то же самое, что примерно происходило по всему миру в момент, когда была впервые объявлена, так скажем, тревога по первой волне коронавируса. Знаете, друзья, у меня почему-то возникает резонный вопрос. Почему новый штамп коронавируса появился именно в Великобритании? Ни в Швеции где-нибудь, ни в России. Хочу обратить ваше внимание, что жители Швеции вообще не носят маски. И процент заболевших коронавирусом там почему-то минимален. Я сейчас не буду приводить цифры, но процент заболевших минимальный. В том числе и процент умерших. Почему именно в Великобритании появился вирус? Об этом нам может рассказать следующее видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот и ответ на мой вопрос. Потому что англичане открыто вышли на площади, открыто заявили своему правительству, своей «обожаемой» королеве, что мы вам не доверяем и мы вас арестуем. Именно поэтому, я считаю, мое личное субъективное мнение, именно в Англии появился новый штамп опаснейшего коронавируса. Друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да, вы можете посмотреть полную версию данного хита, этой песни от англичан против коронавируса. Вот по этой ссылочке оставлю подсказку здесь. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды. И сегодня еще в 19 часов по московскому времени проведу стрим. Будем смотреть Ксению Собчак. «Послание от масонов. Что нас ждет в 2021 году?» С моими комментариями и комментариями еще одного автора. Присоединяйтесь, будет интересно. Увидимся вечером. Присоединяйтесь, будет интересно.